Обращается к вам простой житель Казахстана Джарал Касымов Рафик. Почему на русском языке? Потому что 300 лет мы жили в одном государстве. И сейчас я взываю к общественности всех народов, которых когда-то Казахстан приютил. Не Назарбаев Стокаевым вас приютил, ребята, ваших предков. А народ простой, народ Казахстана. У нас сегодня дома ссора. Мы поссорились со своими руководителями. Но это наше дело. Это не касается никого. Любое иностранное вмешательство во внутренние дела страны рассматривается как вторжение. Это оккупация. Дошли слухи, что по какому-то мнимому договору о ДКБ в Казахстан хотят ввести войска иностранных государств. Договор о ДКБ предусматривает прежде всего защиту от внешних интервентов. Внутри дома, у себя мы сами разберемся. Пожалуйста, все народности, которые познали тепло моего народа, казахского народа, примите меры. Помогите нам. Не допустите, чтобы кто-то вторгался и топтал нашу землю. Всем нашим руководителям, бывшим во главе с Тукаевым, хочу сказать, вы совершили уголовное преступление, измена родине. Вы ссылаетесь на внешние силы. Вы призываете иностранные государства вторгаться во внутренние дела Казахстана. Это касается только нас с вами. Если вы не смогли обеспечить диалог со своим народом, почему кто-то с дубинкой и автоматом должен сейчас меня воспитывать, воспитывать моих детей? Как нам жить? Под каким законом ходить? Лично я не брал оружия. Сегодня мы мирно протестовали. Мы даже сегодня просто гуляли по городу. Я получил выстрел вчера в спину от полковника, который обещал не стрелять. Пожалуйста, примите все во внимание, что казахский народ вероломно был предан Тукаевым, который призвал внешней силой. А всем жителям Казахстана, вы знаете, судьба нашей страны сегодня решается в Алмате. Приходите в гости. Мы ждем гостей. Приезжайте в Алмату. Мы ждем вас. Только что пришел с площади. Убитые есть, раненые есть. Но это наше сугубо внутреннее дело. Кто меня знает, все скажут. Я никогда не занимал ни государственных постов и не собираюсь этого делать. Я простой человек, который хочет жить в мирной стране. Являясь богатейшим ресурсным регионом Земли, мы должны торговаться за цену на газ. Это унизительно. И это унижение народ не стерпел. Это был триггер, который запустил 30-летнюю проблему. Проблему вранья и лжи. Пружина сжималась 30 лет. Сегодня, вчера, она стрельнула. Да, есть деструктивные элементы. Да, есть уголовные преступления. Но это наше дело. Мы разберемся. Пожалуйста, распространите мое видео. Мы в силах решить свои проблемы сами. Не надо нам никого. Не вмешивайтесь в наши дела. А если кто-то это попытается сделать, я думаю, это будет последнее, что он это придумал в этой жизни. Мы будем держать, драться, защищать свою страну. Пожалуйста, мы ждем помощи и понимания. Спасибо. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.